Привет! В этом видео я расскажу, как не надо выбирать ножи и как выбесить продавца ножевого магазина. К сожалению, существует множество мифов по поводу того, как определить качество ножа, и я собрала для вас самые горяченькие. Ребят, привет! Хочу купить себе нож. Что посоветуете? Ну вот, для первого EDC-шника хорошо подойдет Tenacious или Kershowling. Что вы вообще мне предлагаете? Нож должен блестеть, а он не блестит. Кто это вообще придумал? А если клинок черный, значит нож совсем отстой? Начнем с того, что есть разные типы обработки клинков, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Если клинок блестит, вероятнее всего он заполирован в зеркало. В чем достоинство таких моделей? Во-первых, выглядит очень красиво. Для такого результата нужно время и мастерство, следовательно, иметь зеркальный нож считается престижным. К тому же, эта обработка позитивно влияет на коррозионную стойкость стали. Влага скатывается по поверхности, а не задерживается во всевозможных царапинах. Но тут тоже нюанс. Насадить царапин на такую поверхность довольно легко. А еще постоянно придется протирать клинок от отпечатков пальцев и периодически шлифовать. Также можно сказать, что блестит сатин. В результате такой обработки на поверхности лезвия образуются ровные, вертикальные, почти незаметные полосы. Клинок выглядит вполне обычно и на нем менее заметны потертости. Но он уже менее устойчив к коррозии. А вот битбласт и стоунвош вообще не блестят. Что, в общем-то, не делает их плохими. Битбласт — это пескоструйная обработка. Поверхность клинка под высоким давлением бомбардируется мелкими гранулами пластика или стекла. В результате чего лезвие становится матовым и шероховатым. Стоунвош дословно можно перевести как «мытье камнями». Лезвие кладут в одну центрифугу с кучей камешков и запускают на высоких оборотах. В результате получаются множественные потертости. Поверхность становится матовой и устойчивой к разным царапинам. Их просто не видно. И поэтому эти два типа обработки любят делать на каких-нибудь туристических ножах. В целом видов еще много. Вы наверняка видели черные клинки. И там, как вариант, может быть обычная краска, а может и блэк-вош, нитрит титана или DLC. Последний, кстати, отличная вещь. Это алмазоподобное углеродное покрытие, очень прочное, придающее поверхности чрезвычайное сопротивление абразивам, солям, кислотам и маслам. Погнали дальше. Универсальный нож от финнов. Ох, глянь какой. Это точно углеродка? Он даже не звенит. Я думаю, он плохой. Облизнув, понюхав, попробовав на зуб нож или постучав об него, вы не определите качество модели. Все это байки. Ого. Да это же дамаска сталь. Самая лучшая сталь во вселенной. Ага, драконье стекло в мире ножей. Дамаск – это слоеный металл, который сваривается из пластин, из нескольких видов стали с разным содержанием углерода. Нескольких видов стали. А видов стали, как мы знаем, много. А еще может быть плохая обработка. А еще у дамаска низкая сопротивляемость к коррозии, поэтому за ножом будет требоваться уход. Вышеперечисленная не делает дамасскую сталь плохой, но нельзя однозначно утверждать, что она лучшая в мире. Ооо, да это же холодняк. Вы что, не подсовываете? Это не холодняк. Да холодняк. Ты посмотри, как кулинок здоровый. Больше ладошки. Значит, до сердца достает. Значит, хоо. Нет, это не хоо. И это не хоо. И даже вот это не хоо. Мы не продаем холодное оружие. Учитим отчасть или смотрите наш видос на эту тему. Подсказка здесь. Отдайте мне нож для самобароны. О, вот этот хочу с кровостоком. Если вы спросите у нормального человека, зачем ему нож, он точно не ответит, что для самозащиты. Во-первых, по закону нож не является оружием для самообороны. Во-вторых, так очень легко ее превысить. А в-третьих, с ножом вы подвергаете себя большей опасности. Короче, забудьте про самооборону с ножом. Купите себе лучше перцовый баллончик. И да, хватит называть долл кровостоком. Как тебе багаут? Маленький нож для девочек. А еще пластик на рукояти – это полный отстой. Длина клинка никак не влияет на вашу мужественность или брутальность. Ну, серьезно. Довольно глупо носить мачете на каждый день, если вы работаете в офисе. Не правда ли? А что касается пластика, ПРН, ГРН, Зайтл, Грайвери – очень классные штуки. Во-первых, легкие. Во-вторых, прочные и живучие. Не боятся влаги и истирания. И часто ножи с термопластиком обладают кучей ярких, забавных расцветок. Скажи, для чего тебе нож? Консервы открывать, капусту шинковать, дрова рубить и лицо брить. Эээ, нет, так не пойдет. Для разного функционала нужно подбирать разные ножи. И если у вас запросы, как у Никиты, желательно, конечно, чтобы нож для продуктов и для лица был не одной и той же моделью. Кстати, по поводу лица. К нам приехали топовые опасные бритвы от Бекер. Оставлю ссылку в описании. К тому же, не факт, что вы каждый день рубите дрова, поэтому, возможно, стоит взять несколько ножей для разных типов работ, если это необходимо. А вообще, можно купить нож на EDC, который подойдет именно вам. Вот, посмотри, какой интересный джентльменский ножичек. Нет, слейпджойнт ненадежный. Надежен только триатлок от Gold Steel. Конечно, ножи со слейпджойнт без жесткой фиксации клинка. Полдер сложится при нажатии на обух. Такой джентльмен однозначно проиграет тестам от Gold Steel. Но вы реально собираетесь на него давать такую нагрузку? Подбирайте под нужные задачи. Если вам нужен костюмный нож или EDC-шник для легких работ, слейпджойнт вполне подойдет. Сививи вполне рабочий нож. Вы мне предлагаете нож из Z2? Мне нужен нож из H12MF. Это одно и то же по составу. Это еще и китайцы сделали. Зачем вы мне шерпотреб впариваете? Китайский нож не значит дешевая, некачественная подделка. Есть вполне много нормальных брендов. Например, Rike, Genza, CJRB. Из отличных Сививи, из прекрасных Винаев. Качество топ, премиум материалы, именитые дизайнеры. Одна из моих любимых компаний, но и ножи у них не дешевые. Кстати, из бюджетного могу предложить Real Steel Rocket. Стоит 5000, у него крутая механика. На клинке N690, а рукоять из приятной грубой микарты. Кстати, эта модель – кастомный эксклюзив, которую сделали в таком исполнении специально для Forest Home. Не хочешь шерпотреб? Вот тебе Широгоров и Майкротек. Выбирай. Че так дорого? Топовые материалы, топовая работа. Что касается Майкротек, думаю, не стоит объяснять, что это лучший производитель автоматических ножей. Они поставляли ножи для нужд армии США. Прочность и надежность их моделей подтверждена многими пользователями. По сути, это серийное производство с качеством кастома. Ну и, конечно, бомбический дизайн. А еще у них пожизненная гарантия. Но, правда, с некоторыми оговорками. Знаю, что многие обвиняют мастерскую Широгоровых в том, что они ломят цены. Даже если это и так, имеют на это полное право. Ну и, думаю, не зря все-таки их ножи отлично продаются даже на Западе. Из материалов чаще всего используется отличная порошковая сталь Böller M390. На рукоятях встречается очень интересный карбон и титановый сплав. Отдельно нужно сказать про механику. Она чудесная. В осевом установлены многорядные шариковые подшипники Multi-Row Bearing System. Собственная разработка мастерской. И да, у МБШ тоже пожизненная гарантия и бесплатный ремонт. Все, решил. Возьму себе Викинг Нордвей. На этом все. С вас лайк и подписка. С меня интересный контент. Кстати, напишите в комментариях, какой нож, по вашему мнению, подойдет Никите. Ссылки на классные ножи из выпуска будут в описании. С вами была Олеся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!